Я всегда говорил, что из всех российских брендов мне импонирует ракета. И другие российские бренды я не планирую добавлять на канал. Часы это не просто инструмент времени, это еще и стильный аксессуар, эмоция, история и человек, который стоит во главе. И важно, чтобы он горел своим делом. А Дэвид, руководитель бренда, он передает нереальную энергетику целеустремленного человека, который любит свой бренд. И если вы смотрели подкаст с его участием на моем канале, тогда вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Если же вы его пропустили, ссылка будет в описании. И сегодня на обзоре сразу три модели Бигзира. Историческая, новая и мои личные часы. Лимитка, посвященная 25-летнему юбилею фильмов «Брат» и «Брат 2». Добро пожаловать на канал Watch Stories. С вами я, Михаил. Приготовьте чашечку кофе и приятного просмотра. Обзор правильнее будет начать с исторической модели 60-х годов. Сама модель Бигзира интересная, со своим узнаваемым стилем. И вы никогда ее не перепутаете ни с какими другими часами. Ноль вместо 12. Кому-то это нравится, кому-то нет. Но привносит особый интерес к этим часам. Выглядит достаточно символично. Ведь каждый час, минуты обновляются и все начинается именно с нуля. Эти часы достаточно простые, но их нельзя за это ругать. Ведь это 60-е. В это время и швейцарские бренды типа Rolex, Omega и так далее, тоже были простоваты, со штампованными застежками. И я сейчас ни в коем случае не сравниваю ракету с вышеперечисленными брендами. Они находятся абсолютно в разных нишах. Тогда часы были скорее инструментом времени. И наверное уже после 70-х на них стали смотреть, как и на стильный аксессуар. По винтажным Rolex и Omega видно, так же как и по винтажной ракете, что эти бренды спустя время развиваются и прогрессируют. Так же и с новой Big Zero. Видно, что бренд прогрессирует и не стоит на одном месте. Если сравним историческую модель с новой, то складывается ощущение, что это просто прототип. Первые штрихи, так сказать. А новая модель – это уже законченный продукт. Но что самое ценное, так это то, что было сохранено ДНК модели. Формы корпуса, циферблат, индексы и самое главное – 0 на 12 часов. Конечно, сравнивать их по техническим характеристикам нет смысла. Здесь были огромные изменения и доработки как в техническом плане, так и в элементах корпуса и циферблата. Даже индексы и цифры 0, 3, 6 и 9 в исторической модели только прорисованы и выглядят действительно простовато. В новой модели им придали объема. Особенно приятно смотреть на них немного под углом при попадании света. В этот момент особенно раскрывается объем. Хорошо, что сами индексы покрашены матовым черным, а не глянцевым. Часы стильные, но достаточно консервативные. Глянцевые индексы смотрелись бы немного вычурно. Новая Бигзира меня зацепила, скажу честно, но от покупки что-то останавливало. Мне хотелось какой-то изюминки, каких-то красок, так как я понимал, что ввиду моей обширной коллекции это будут часы не на каждый день. И тут Дэвид приглашает меня на мероприятие, где он презентует лимитку Брат 25. Когда я только ее увидел, а на мероприятии было достаточно темновато, так как оно было в одном из популярных и модных баров Москвы. Так вот, эти два красных индекса на отметке 2,5 оказались именно тем элементом, которого мне так и не хватало в этих часах. И кто-то может сказать, да что это за лимитка, всего лишь отличается двумя индексами. Но я как человек, который хотел себе Бигзира и тот, кто купил именно лимитку, могу сказать, что это именно то, что мне нужно и то, что сподвигло меня на покупку. По остальным отличиям лимитки от регулярной версии, дальше будем разбираться в обзоре, все по порядку. В новой модели устанавливается уже купольный сапфир и это единственная деталь в этих часах, которая производится не на фабрике ракета. Во-первых, хорошо, что он купольный, это опять-таки отсылки к винтажной истории и у купольного сапфира определенный шарм. Да и стоит он дороже, чем стандартные сапфировые стекла. Ну а во-вторых, сапфировое стекло в часах это очень хорошо, потому что оно не царапается. Единственное, нужно, конечно, опасаться контакта с бриллиантами и алмазами. В модели 60-х годов задняя крышка стальная и очень простая. В новой же стоит минеральное стекло, через которое можно любоваться мануфактурным калибром 26-15 с автоподзаводом. И как раз ротор автоподзавода бросается первым в глаза, так как он, во-первых, ярко-красного цвета, а во-вторых, он красиво декорирован. Декор называется «Онежские волны» и на солнце выглядит просто потрясающе, а сам цвет становится огненно-красным. Мосты имеют уже более простую обработку, но всё же она здесь есть. Например, в некоторых швейцарских брендах за эту стоимость декор очень скудный и при этом ещё и используется не свой механизм. А в ракете используют своё производство, в том числе и спирали баланса. Многие именитые мануфактуры для своих калибров заказывают спирали баланса на стороне. Здесь же весь цикл производства и детали, кроме стекла и ремня, свои. Точность хода и калибров тоже улучшилась. Теперь критерии от минус 10 до плюс 20 секунд в сутки против 40 секунд в сутки. И, к примеру, в Seiko за эту стоимость паспортная точность будет даже хуже – минус 15 плюс 25 секунд в сутки. В некоторых швейцарцах она тоже бывает и плюс 35 секунд. К примеру, возьмём Oris. Стандарт точности калибров без сертификации хронометра у базовых моделей составляет от минус 5 до плюс 20 секунд в сутки. И это я сейчас говорю именно про паспортную точность, а не ту, которая у вас будет по факту при эксплуатации. И ракета в своей ценовой нише стоит на одном уровне и с японскими брендами, и со швейцарскими брендами. И, в принципе, это единственный российский бренд, который может на равных конкурировать с европейскими и японскими марками. Я, конечно же, протестировал свои. Лёжа в кейсе они показывают плюс 9 секунд в сутки. На руке при носке плюс 7 секунд в сутки. Я также их замерил ещё и на стенде по точности хода, где они подтвердили мои личные тесты, да ещё и показали отличнейшую амплитуду. Много кто спрашивает, будут ли усложнения в часах ракета. На этот вопрос Дэвид отвечал на моём подкасте, где говорил, что пока не будут делать никаких усложнений. И я понимаю, почему и это логично. Бренд развивается и развивает не только дизайн и обработку корпуса. Они сейчас должны сделать стабильную и надёжную базу калибра, на которую в будущем можно будет ставить дополнительные модули усложнений. И я могу сказать, что у них это на самом деле хорошо получается. Здесь в часах, конечно, нет стоп-секунды, но она здесь и не нужна. Это, опять-таки, дань традициям. Например, в некоторых современных бланпа тоже нет стоп-секунды, и это тоже дань традициям. Ни в коем случае ракету с бланпа не справниваю. Просто привожу в пример, что до сих пор у многих брендов также есть модели именно без стоп-секунды. В лимитке же, так как она была дороже, онежскими волнами декорирован уже не только ротор автоподзавода, но и мосты. А говорю я в прошедшем времени про лимитку, так как их все раскупили. На момент записи ролика, это 28 сентября, я знаю, что осталось всего лишь 4 модели из 50 выпущенных. А на момент выпуска ролика, я думаю, что и этих 4 моделей тоже не останется. Все остальные раскупили на момент старта продаж. И самое интересное, что практически все лимитки есть в моем телеграм-канале. После моего поста с вечеринки на следующее утро люди стали присылать свои лимитки Big Zero аж с 10 утра, как только открылись бутики и офис. И в моем телеграм-канале я с вечеринки сделал два поста. Первый пост сделал обычный, просто показал часы и так далее. На втором посте я попробовал передать атмосферу именно с этого мероприятия, потому что атмосфера была нереально классная. Шли кадры из кинофильма «Брат и брат 2», была музыка, все были на позитиве, все интересовались часами, смотрели. И естественно, у меня было вот какое-то вдохновение и эмоции. Ведь часы это, по сути, это как раз-таки эмоции. Мы покупаем часы не только для времени, но для того, чтобы получить определенную эмоцию. Дэвиду удалось на мероприятии как раз-таки сделать вот эту вот ауру очень правильную вокруг часов, которую я передал через ролик, и люди через ролик это тоже ощутили на себе. Все оказались нереально счастливы такому приобретению. И теперь в моем телеграм-канале не просто дружное часовой комьюнити, но и целое братство. Если не подписаны на мой телеграм-канал, советую обязательно перейти по ссылке в описании, изучить его, изучить правила канала и подписаться. Исключительно авторский контент, спецкорреспонденты по всему миру, можно сразу онлайн узнавать часовые новости, пообщаться с близкими по духу людьми. И это не просто канал, а уютное место, где можно отвлечься от всех проблем и немного расслабиться, отдохнуть и с пользой провести время. Вернемся к механизму лимитки. Здесь ротор уже темно-серого цвета, а сам мост металлического. И они оба декорированы онежскими волнами. И такой элемент, конечно, дороже, чем в регулярной версии, поэтому и стоимость лимитки тоже выше. Кстати, на задней крышке стоит номер лимитки. У меня 4 из 50. Я решил взять именно его, так как у моего сына день рождения 4 числа. И это будут первые часы из моей коллекции, которые я ему передам. Он об этом знает и теперь терроризирует меня, на какой именно день рождения я ему их буду передавать. Кстати, если у вас есть такой опыт, и вы своему сыну по наследству передавали какие-то часы, скажите, пожалуйста, в каком возрасте вы это делали и какие были часы. Очень будет интересно почитать это в комментариях. И, кстати, по поводу надписей на английском языке на механизме. Это не прихоть завода ракета. Это требование американской европейской таможни. Если вы часовая компания и хотите продавать свои часы на территории Америки и Европы, вы обязаны на механизме прописывать количество камней, артикул на английском языке и так далее. Иначе вы не имеете права продавать часы в этих странах. Ракета продают свои часы во многих странах и недавно открыли салон в Индии. Много кому не нравится, что механизм работает на частоте 18 тысяч полуколебаний в час. Типа это прошлый век. Давайте послушаем. На самом деле в этом ничего плохого нет. Наоборот, вокруг часов аура исторических винтажных часов. И такая частота, особенно такое тиканье, придает определенный шарм часам. Звук-то на самом деле очень приятный и успокаивающий. Мой кот всегда засыпает на моих вещах. Будь то телефона, айпад. А тут я снял часы, положил рядом с собой, пока монтировал видео. А он прилег на них как на подушку и уснул под тиканье. Кстати, о подушке. Корпус напоминает кусан, огранку бриллианта. И кто-то говорит, что ракета это российский ролекс. На самом деле больше общего с формой корпуса как раз таки панорай. И меня как раз таки подкупил корпус. Его обработка и особенно эргономика. Нереальная удобная посадка на запястье. И это я сейчас говорю про свои личные восприятия. Все-таки руки у всех разные и каждый воспринимает по-разному. Очень удобно сидят на руке. А главное, смотрятся очень стильно. Вообще стиль это то, что не хватает большей части российских часов. Мы можем делать часы. У нас много своих калибров и технологий. Но если часы некрасивые, то они даже с самым точным калибром никому не будут нужны. В ракете этой проблемы нет. У них есть и стиль, и шарм. Обработка корпуса тоже на достойном уровне. Полированные сатинированные элементы. Особенно в глаза бросается достаточно глубокий сатин. Диаметр корпуса составляет 40 мм, высота 14 мм. Для кого-то они кажутся толстоваты. Но таких претензий я особо не понимаю. Я примерил их с костюмом. Отлично смотрятся и ощущаются. Под пиджак спокойно проходят. И выглядит это красиво. Черно-белый стиль. И смотрите, еще про стиль. К часам можно докупить ремни другого цвета. Рыжий и красный. Причем хочется похвалить ракету. Ремни мне прислали вот в таком вот зип-пакете, плотном. Каждая часть ремня в отдельном отсеке и не соприкасается с другой половиной ремня. Очень хорошая и бережная подача. Ремни меняются легко, без дополнительных инструментов. Здесь быстрая смена. Делается это легко и быстро. И с другим ремнем часы смотрятся уже совершенно по-другому. А если поменять на красный ремень, то они превращаются уже в часы-праздник. Одни часы, три стиля. Но мой обзор не был бы обзором, если бы здесь не было но. В этих ремнях есть минус. Они толстоваты. Точнее, с толщиной как раз таки все нормально. Здесь слишком плотные уплотнители. Я бы ракете посоветовал их сделать помягче. Потому что ремень будет разрабатываться дольше обычного. И все, кто хочет купить часы, сразу предупреждаю. При примерке может показаться, что часы немного некомфортно сидят. Это ощущение именно из-за ремня. Ему нужно дать время. Сами часы, сам корпус нереально удобный и комфортный. Но в моей лимитке он тоньше и удобнее сразу с первого дня. И ремень здесь тоже спорный. Кому-то не нравилась надпись из фильма. Кому-то то, что она не закончена. Кому-то то, что она немного перечеркнута. Я вначале думал, что буду его сразу менять. Но, как видите, я так и не подобрал подходящего ремня. Точнее, идея так и не родилась. И я понял, что именно с этим ремнем они смотрятся так, как должны. И в чате, кстати, у меня тоже один из подписчиков. Попробовал поменять ремень. Поставил его на черный крокодил. И действительно смотрится как-то не так. Заводная головка тоже выделяется. Внутри заводной головки часов ракеты Big Zero помещен рубин. Который можно увидеть сквозь логотип Петродворцового часового завода ракета. Этот элемент служит напоминанием о камнерезном происхождении мануфактуры 300 лет назад. Кстати, лимитка продавалась в нестандартной коробке. Она выполнена в виде видеокассеты, состоящей из двух кассет. Брат и брат 2. Внутри, конечно, находятся сами часы, отсек для ремня и, конечно, документы. В регулярной версии коробка стандартная. Сначала переносная картонная, а основная вот такая серая с надписью ракета. Внутри нас встречает открытка с фотографией мастера, который делает определенную работу с механизмом и корпусом. Это очень приятно и мило. Также документы на пластиковой карте. Ну и, конечно, сами часы. Всем брендам, особенно российским, нужно понять, что часы – это не просто инструмент времени. Это аксессуар, это эмоции. И они должны быть стильными. И неважно, сколько они стоят – 40 тысяч, 100 тысяч или миллион. Их можно и нужно делать красивыми. Клиент покупает глазами. Для меня было откровение, когда я узнал, что некоторые наши бренды стоят за 200 плюс тысяч рублей. А на дизайн, конечно, без слез не взглянешь. Им нужно это срочно менять. А ракета и по дизайну, и по техническим характеристикам – единственный российский бренд, который может конкурировать с японскими и европейскими брендами. У ракеты есть и история, и свое ДНК, и механизм, и свой собственный стиль. И, самое главное, руководитель, который увлеченно живет своим делом. Дэвид на самом деле большой молодец. После записи подкаста с ним я сам проникся брендом. Настолько он увлеченно и с любовью про него рассказывал. Ссылка на подкаст будет в описании. Кстати, в этом подкасте я говорил, что я не рассматриваю часы ракета в свою коллекцию. Это было в начале подкаста. А в конце подкаста я уже захотел себе приобрести часы ракеты. Вот так вот эта магия работает. На самом деле Дэвиду хочется передать еще отдельную благодарность, потому что он помог с выставкой «Женева Watchday 2022» получить аккредитацию, отправить туда Павла. Точнее, не финансово, конечно, но именно помощь в организации. Он сделал нам большое одолжение. Это очень круто. И мы смогли снять контент и показать его вам. Кстати, ролик про «Женева Watchday» также будет в описании. Снимали мы его. Опять-таки, Дэвид нам помог с пространством. Мы снимали его как раз-таки в Питере в ракете. Ну, вернемся к обзору. При этом у часов приемлемая цена. 80 тысяч рублей за базовый Big Zero. Я считаю, это отличный прайс. По моим ощущениям, они могли смело ставить 100 тысяч рублей. Лимитка стоила 130 тысяч рублей. И сейчас судить, дорого это или нет, бессмысленно, так как лимит был всего 50 экземпляров. И они все распроданы. И я поздравляю всех, кто успел их купить. Благодарю за то, что посмотрели этот ролик. Не забываем подписываться на мой телеграм-канал, ставить лайк и всем отличного дня.